здравствуйте друзья я в офисе и перед тем как уехать домой зачитываю вопрос он большой и мне не хочется его в темноте читать в автомобиле поэтому я так вот зачитаю а потом уже ответ здравствуйте михаил нужен совет как правильно тратить деньги благодаря каналу узнал около шести лет назад про ю тест за два года стал там gold это такая градация квалификации по направлением функционального тестирования и безопасности за все время заработал там чуть меньше 47000 так когда уходил оттуда то платили 25 долларов в час за тестирование проекта плюс оплата за ошибки там они за каждый баг отдельно платят найденную ошибку после школы уехал из другой области поступил в москве в университет как только исполнилось 18 то нашел работу в области информационной безопасности через два года работы начал вместо ю теста подрабатывать на баг баунти если коротко то это такой законный взлом когда ты находишь уязвимость например на сайте сообщаешь компанию они исправляют ее и вознаграждают деньгами абсолютно легально и если на ю тесте потолок был три четыре тысячи в месяц так то тут его вообще нет в среднем в 2018 году у меня выходило более шести тысяч в месяц ничего себе к моменту написания статьи у меня накоплено 53 тысячи наличкой то есть он еще потратил много так 16 тысяч на счету в банке и еще 29 тысяч в криптовалютах давайте посчитаю еще него 45 тысяч так и еще 53 то есть у него около 100 тысяч долларов 98 в этом году когда мне было 20 лет получил туристическую визу биту и съездил с одногруппником сша там сняли машину и объехали калифорнию неваду и аризону машина была непростая а мустанг который мне понравился я захотел себе такой к тому же американцы несколько раз подходили и говорили cool car а в россии будет еще такой cool car насколько правильно будет тратить эти деньги на машину вот вопрос стоит она у нас около 35 тысяч господи недорого между нами то есть финансы вроде как позволяют без особых потерь купить ее но родители постоянно нудят что зачем тебе такое лучше квартиру себе купи в москве с одной стороны понятно что это мышление людей которые всю жизнь по 100 долларов в месяц зарабатывать но с другой это конечно дорогой подарок себе хочет для души и скорее всего есть какие-то более важные вещи на которые стоит тратить или там собирать деньги квартира в москве мне не нужна родители считают что если я куда-то уеду то им ее отдам но это получается что я годы работал чтобы им квартиры дарить а лично для себя ничего но больше никаких идей нет то есть один вопрос стоит ли делать себе такие покупки а другой более глобальный как мне и людям моего возраста более правильно тратить деньги вот друзья этим вопросом мы сейчас и займемся ну что же друзья давайте мы я думаю что со мной согласятся наши зрители выразим некоторую радость по поводу того что вот есть такие люди там ему 20 лет он заработал 100 тысяч отложил до смог отложить 100 тысяч долларов абсолютно таким честным техническим трудом вот обратите внимание что про ю тест как платформу для заработка про ю тест у нас есть много сюжетов у нас есть даже вот видео с дмитрием из чикаго где он подробнейшим образом рассказывает как это делается и так далее но вот человек которому было что там 14 15 шесть лет назад парню было 14 15 лет он это дело увидел и пошел значит зарабатывать зарабатывая потом до 3-4 тысячи долларов в год и и это не в москве а где-то там да в глубинке в провинции не знаю где но но все равно даже а даже если бы в москве 16-летний 17-летний сидит у компьютера такие деньги зарабатывать вот поэтому я я просто вот читаю и мной обладевает некий восторг вот хорошо что есть такие возможности ребят хорошие есть вот и пожалуйста возможности нашли своих так сказать исполнителей теперь по поводу того как тратить деньги молодому а все-таки смысл денег в том наличие денег состоит там чтобы получать удовольствие от них и есть люди которые получают удовольствие от количества денег без того чтобы их тратить то есть никакой радости от того что они потратили деньги у них нет а вот радость от того что деньги есть и их больше их еще больше их они еще больше вот они эту радость испытывают и это не вопрос того что кто-то хороший или плохой или допустим у одного радость правильная у другого радость неправильно просто разные люди разные радости вот вот собственно и все и если парню 20 лет и ему хочется этот самый автомобиль ну мустанг там нему стан к нему хочется ему этот автомобиль и он за год зарабатывает на два таких автомобиля по 6000 месяц он зарабатывает и купить машину за 35 тысяч долларов господи ты боже ваша что такое что такое за машина тони ну есть машины которые вдвое дороже и втрое дороже то есть не то что он себе какую-то там роскошь хочет позволить которые там я не знаю чего он заработал заработал получи удовольствие в конце концов ну что такое вот это с одной стороны с другой стороны как бы мы говорим да но вот эти деньги вот он сейчас потратит 35 тысяч долларов а ведь он мог бы их например положить под процент куда-нибудь а мог бы например в какую спекуляцию удариться а мог бы например купить там но криптовалюта у него уже есть может он вовремя приобрел так и вот она может быть чего-нибудь такого типа криптовалют тут умников частных знаете сколько вам сейчас скажут куда деньги деть те у которых копейки нет за душой они вам расскажут как вложить вот и да ну и те кто постарше и по опытнее дали как квартиру купи там может быть не обязательно в центре на вот там где-нибудь еще ну я не знаю на 100000 можно купить квартиру в москве как-то я я даже не уверен может быть не надо покупать за наличку может он ипотеку хочет взять но ипотеку это опять ну что ж он кабалу на себя в 20 лет возьмет и квартиры ему не нужно поэтому 20 лет ты не можешь жить разумом своих родителей тем более если этот разум не привел их ни к каким заработкам поэтому чё там тут мне вот знаете что интересно что явно вот молодой человек он как-то от природы с позиционирован к заработку вот есть люди к которым идут деньги а есть люди которым не идут вот что-то не делай не идут к нему деньги вот а есть такие что врачу не делает а все как-то копеечка к рукам прилипает вот мы явно имеем дело с человеком у которого к рукам к рукам прилипает копеечка поэтому если он там скажем в 16 лет зарабатывал максимум 3-4 тысячи в месяц а в 20 лет он зарабатывает 6 то есть подозрение что в 25 он может уже зарабатывать такие суммы о которых сегодня даже подумать страшно поэтому да так что вот как инвестировать значит я бы я бы не стал сейчас сильно задумываться над инвестировать то есть она неплохо когда денежка где-то вот складывается и как-то начинает работать сама на себя как денежка вот и но тонкость состоит в том что мы мы не знаем через допустим там 40 лет или там 35 или 50 когда он захочет расслабиться и так сказать отойти отдел и просто проживать свои деньги мы не знаем какие виды инвестиций значит где окажутся мы не знаем например что случится если он положит сейчас вот в одно место и она вырастет пять раз а потом переложит в другое она упадет в 10 мать сложно сложно это все очень очень сложно это все поэтому я бы сегодня не взялся не взялся давать совет по вот таким инвестициям как бы которые должны там к пенсии сработать или которые должны сработать ну я не знаю какие-то цели должны быть например он может сказать себе я вот хочу там получить образование в гарварде или в стэнфорде ну например и мне для этого нужно там а 300 тысяч долларов а может а может быть и меньше а может быть и больше я не знаю и вот я значит там на ближайшие пять лет отключаюсь от всего вот я накопил эту сумму и вот я поехал учиться например а дальше он еще там заработает может быть параллельно заработает то есть я бы сказал так что в этом возрасте особенно с учетом прогрессирующие способности молодого человека к заработку я бы не инвестировал в него ни во что долгосрочное тем более что долгосрочное оно и мутное совсем а все-таки это не профессиональный инвестор это не человек который каждый день там перекладывает с одного места на другое место следит за рынком и так далее и так далее что тоже кстати не гарантия что обязательно заработает а не например потерять поэтому я бы ставил себе цели более короткосрочные потом должен был себе сказать вот я там хочу через пять лет вот быть в такой точке и мне для этого нужно столько-то денег вот вот накопил себе этих денег накопил потратил и пока он их тратил или в результате того что он их тратил глядишь его способность зарабатывать там утроилась у петерилась у десяти рилась почему люди например стремятся в соединенных штатах почему они стремятся учиться в дорогом престижном университете почему это должен быть ел или гарвард или стэнфорд мать или там принстон лига плюща да вот это вот а вели не только потому что там профессора хорошие там академики там лауреаты и так далее а потом он обзаводится там связями обзаводится там связями которые всю его последующую жизнь будут позволять находиться на определенной орбите вот вот ведь в чем дело понимаете поэтому допустим он там инвестировал 300 тысяч долларов в то чтобы закончить там получить образование в стэнфорде или в ей или или в гарварде может быть по бизнесу а может быть по математике а может быть потом системам компьютерной безопасности я не знаю но есть если у него тяга такая значит он там познакомиться с такими людьми знаете он на выходе из этого стэнфорда вот у нас тут стэнфорд рядом тут несколько кварталов отсюда мы с вами едем а стэнфорд вот 10 минут езды и из стэнфорда постоянно вот эти аспиранты которые там есть из них стартапы формируют вот точно так же когда-то возник google там было два аспиранта ларри пейдж и сергей брин вот были два аспиранта над чем-то работали возникла компания google вы не представляете сколько их возникло оттуда вот из этого стэнфорда из-за из этих из этой вот аспирантуры его поэтому может быть вот это его следующий шаг понимаете поэтому ничего лучше придумать в этой жизни нельзя кроме как инвестирование в себя самого давайте не в чужие акции не в чужие какие-то ценные бумаги а в себя лично тем более 20 лет это самое лучшее время для инвестирования в себя потому что той же суммой через 20 лет ты можешь и 10 процентов не не получить от того что можешь получить сегодня поэтому молодой зарабатывается вкладывает в себя вот так чтобы трещала за ушами от нагрузки ну не не так чтобы здоровье повредить конечно то чтобы в радость в охотку чтобы глазки светились вот вот собственно и все поэтому я думаю что вот мы программу на ближайшие лет старт скажем 10 мы уже за зафиксировали вот ближайшие 10 лет может быть 5 может быть 8 но вот так 5 5-10 значит учись учишься в университете молодцом там компьютерная безопасность шикарно дальше давай вот может быть действительно поезжай в хороший иностранный какой там университет но я поскольку тут на местности вот я например уважительно отношусь к стэнфорд но я не менее уважительно отношусь и гарварду и кейл и там где-то как ко все ко всем этим вот этой системы университетом вот собственно и все но если вы тяготеете кремниевой долине вот тогда стэнфорд или беркли вот нас тут тоже рядышком это государство верстит ну вы как иностранец там вам без разницы по цене примерно то же самое то что беркли государственный там для местных субсидированы государственные цены намного не вот а стэнфорд стоит в год я боюсь соврать так но тысяч шестьдесят стоит учеба вот там четыре года поучиться на бакалавра собственно вам не надо бакалавра вы бакалавра дома получите прийти на мастер или там мастер спички с аспирантурой на несколько лет вот пожалуйста может вам еще стипендию дадут может вы там еще и подработаете там день со студентами будете дел не в этом я я не думаю что у вас проблемы с деньгами будет на этот счет конкретно молодого человека но вот вот собственный путь вот и все раз уж молодой и как бы денежка к тебе прилипает и наверное и с людьми в общем как-то такой проблемы особые нет там задруживаться я я не не прочел этого в письме но я так начинаю подозревать что молодой чек коммуникабельный и информацию быстро подхватывает и как-то так идеи у него есть это все весь мир твой весь мир понимаешь не то что там 6000 месяц 6 месяц это ну просто как вот на орехи а там уже дальше все остальное подойдет только на нельзя время транжирить вот чего нельзя позволить себе нельзя позволить себе транжирить время деньги не жалко время если транжирить деньги вы транжирите время то есть допустим вы на год позже что-то сделаете из того что важно сделать тогда может быть лучше денежки прибереть и сделать на год раньше но но при этом нельзя как бы загонять себя в какой-то аскетизм уже настолько чтобы вот там радости жизни не иметь и так далее хорошо я вам скажу больше с точки зрения радости жизни то что вы сейчас не получите вы уже никогда не получится . она конечно может прийти позже но сегодня то вам уже не будет снова 20 лет и 18 не будет и 16 не будет братья то что вы не сделали в 16 вы уже не сделали вот поэтому так вот я бы так сказал может показаться что я какие-то вещи говорю взаима но если не исключающие как-то противоречащие слегка это кажется так это все связано это все единый такой пучок единый пучок и инвестировать надо в себя и жить сегодня тоже надо сегодня нельзя жить завтрашним днем так тоже нельзя то есть надо надо обе перспективы и кратковременно и долговременно совместить собрать до кучи ну естественно жить тоже так сиюминутность тоже тоже часть этого всего вот наверное такой разговор счастливо ребят